Когда была задумана тема этой конференции и когда я захотела представить латышский материал, у меня не было никакого сомнения, какой из сезонов года выбрать для того, чтобы сосредоточить на нем свое внимание. Конечно, это осень. Но у меня было два пути. С одной стороны, я хотела назвать доклад «Latwish Folkloris Rudens» «Осень латышского фольклора» или, наоборот, «Rudens Latwish Folkloris», то есть «Осень в латышском фольклоре». Речь идет о двух совершенно разных темах. Первая из них связана с таким очень интересным и постоянным ощущением фольклористов, собирающих материал, что они находятся в состоянии преддверия конца. Конечно, это есть сейчас у современных фольклористов и российских, и латвийских, и я, поскольку работаю с теми и с другими, то это ощущаю очень интересно, что последнее поколение информантов находится сейчас перед нами. То есть это люди, которые умеют доить коров и вообще соприкасались с традиционной культурой, потому что следующее поколение, поколение общества потребителей, конечно, уже не будет владеть темами, не сможет быть информантами просто. Но интересно, что ровно такое же наблюдение существовало и в конце XIX века, даже во второй половине и в начале XIX века. И вот знаменитые фольклористы, отцы нации латвийской, собиратели фольклора, издаватели первых томов, латышских дань, в частности, тоже самое замечали. Они тоже жили в эпоху конца латышского фольклора, потому что у них было ровно то же ощущение, предвестие конца, что они соприкасаются с последним поколением информантов, хотя, может быть, термин тогда такой не фигурировал, но фигурировал термин «тейцея», то есть «сказатели-сказители». То есть интересно, что всегда феномен сбора, феномен рефлексии, начало размышления у фольклоре неминуемо ведет вот к этому ощущению, что мы находимся в преддверии конца. И, наверное, лет через сто мы тоже будем жить в эпоху конца фольклора, будь то латышского или какого-то другого. То есть, видимо, здесь очень интересное сочетание с одной стороны истории фольклористики и с другой стороны истории фольклора соединяются вот в феномене этого понятия осени, ну, таком хёйзинговском, метафорическом, как осени средневековья, которая говорит об этом. Но потом я подумала, что, наверное, эта тема, которой занимается Даци Булла, в частности, в Латвии, очень интересную монографию сдала, исследуя историю фольклористики, ну, вот она требует еще некоторого размышления. А я расскажу сегодня, собственно, о теме осени в латышской фольклоре. И просто есть несколько идей, которыми я с удовольствием поделюсь с вами. Почему нужно рассказывать об осени именно в связи с латышским фольклором? Ну, вообще, начнем с того, что песня Раймонда Пауса «Листья желтые», она стала, наверное, ну, таким гимном осени, латышской осени, популярной, знаменитейшей песни популярной культуры, которая, ну, как-то вот провозгласила, заявила какой-то, не знаю, статус латышской культуры, да. И мне кажется, что, конечно, многое связанное с балтийскими сезонами года будет справедливой в отношении других соседних культур. Безусловно, очень много параллелей с литовской культурой. Но все-таки остается немало вопросов и немало фактов. И мне кажется, что латышская осень, она чуть более интересная, нежели литовская осень. Хотя это, ну, такая вот гипотеза. Можно потом подискутировать. О чем идет речь? Ну, во-первых, конечно, само выделение сезонов года. Это тема очень непростая. Насколько это естественный природный факт и насколько это культурный факт, это довольно большой вопрос. И в значительной мере это, конечно, культурный факт. И, ну, мы просто знаем о том, что, да, существовал способ выделения два сезона в год, двух сезонов в год, двух полугодий, и трехчастные деления года, и четырехчастные, и пяти, и шестичастные выделения годов известно. Но для балтийских народов вот эта ярко выраженная, ну, четырехчастность года, современного, конечно, уже, не говоря о том, что в Архаике, наверное, все было иначе, очень важно культурно. Я знаю, что латыши-мигранты, как, кстати, и литовцы-мигранты, если они имеют выбор, они стремятся поселяться в тех странах, где тоже существует вот это разнообразие сезонов года, ярко выраженность сезонов года. Ну, например, это Канада. И, наоборот, латыши, вынужденные жить, например, в Австралии, чувствуют себя очень неуютно в тех странах, где, например, нет этой яркости и разнообразия сезонов года. То есть чуткость к обстановке, к климату, к смене сезонов года, к разнообразию сезонов года очень четко передается и в латышской современной культуре, и вот в рассказах современных латышей и литовцев. И, в общем, это ощутимые фольклоры и в латышском, и в литовском. Такое острое ощущение красоты и разнообразия природы, разнообразия сезонов года. Но вот если говорить о разнообразии между, о разнице между латышской и литовской современной культурой и их ощущением вот этих сезонов года, то мне кажется, что вот тема природы, она в какой-то мере в построении современной нации, латышской культурной нации, оказывается даже еще более важна, чем для литовцев. Например, на чем можно основываться? Банкноты современных денег, латышских и литовских. Они разнообразны. И латышские деньги, только одна единственная банкнота имеет лицо историческое, персонификация. Это Столатник, и это Крещен из Баронс. Все остальные деньги не персонифицированы. На них изображены природные и, ну так скажем, ландшафтные явления. Река Даугова, традиционный хутор и очень много знаков латышского орнамента. То есть все банкноты испещрены вот таким вот знаками орнамента. То есть интересно, что вот тема природы как таковой, движущейся природы, изменяющейся природы, разнообразной, ландшафтно, ну почти не персонифицированной, вот оно ярко отразилось на создании денежных купюр, например, латвийских. В то время как литовские деньги и эстонские деньги сопровождены почти каждая банкнота какими-то историческими персонажами. Вот некоторые разнообразия. Просто можно об этом подумать, почему это здесь так. очень примечательные сезонные выставки декоративно-прикладного искусства в Латвии. Они очень часто называются лето, осень, летняя выставка, осенняя выставка. И кажется, что это очень банально и очень избито, но это оказывается не банальным и не избитым. И почему-то вот в латвийском пейзаже, пространстве, это очень хорошо ложится и очень проходит. Есть латвийский аналог поэмы Донилайтиса, а именно Страумены вирзы. И мне хочется, чтобы вот просто название это, по крайней мере, прозвучало. Это такая, ну ее тоже называют поэма, она написана белым стихом, то есть она не рифмована, но вообще ощущается некоторый такой очень мягкий ритм, да, на протяжении всего повествования. Вот это тоже такой гимн природе. Она тоже выстроена примерно так же, то есть она идет от весны до зимы, и там описывается абстрактная семья, даже несколько семей, и их действия, их ландшафтные действия, то есть такие природные действия, связанные вот с этими, с этим изменением сезонов года. Интересно, что в этой, ну вообще главной, пожалуй, поэме, которая чрезвычайно важна для истории латвийской литературы и такого национального самосознания, главным героем этой поэмы оказывается сам год. То есть движение самого года определяет все ритмы, все циклы. Люди же как бы как стафажные фигуры и, естественно, подчиняются вот этому движению. То есть тема природы и тема года как героя, который движется и заставляет людей, так сказать, действовать в соответствии себе, вот и есть основа вообще всей этой поэмы. Страумен – это название хутора, но, по сути дела, речь идет именно о сезонах года, конечно. Что же касается латышской осени, осени в Латвии, то здесь есть несколько таких важных впечатлений. Значит, во-первых, это феномен долгой, протяженной, долго длящейся, расширенной такой осени. О чем идет речь? Я опрашивала очень многих людей. Когда начинается и когда кончается осень? Так вот, осень начинается с июля месяца. Когда есть ощущение уходящего дня, то есть когда день становится ощутимо короче. Ну, не сразу после яны, но в общем скорости. В общем, где-то в июле месяце, во второй половине июля, многие говорят, да, уже есть некоторое ощущение осени. С другой стороны, осень также еще связана со сбором урожая. Ну, конечно, прежде всего зерновых, безусловно. Это главный момент. И это происходит позднее, это в сентябре. Но сбор ягод, сбор некоторых других плодов, которые уже собирают в конце июля точно. Или даже еще пораньше. То есть тема сбора урожая, как осеннего действия, она, конечно, гораздо раньше происходит. И она тоже маркирует собой некоторое начало осени. В Страуменах мы видим как раз очень долгое описание постепенного прихода осени, которое начинается, пожалуй, с предчувствия осени. Ни в отношении никакого другого сезона года нет речи о предчувствии. Вот в этой поэме Страумены. Ну, весна, в общем, ее в основном ожидают. Как правило, лето ожидают. О нем мечтают, о нем вспоминают зимой, тяжелой, когда оно в конце концов и вот она как-то приходит. Зима, как правило, накрывает внезапно. Вот ты выходишь утром и видишь снег, и понимаешь, все, зима. То есть зима как-то приходится, так сказать, сама по себе. И в разной степени силы. Она может иногда быть более жесткой, иногда ее вообще как-то вот нету этой зимы. А вот осень в Латвии и в латышской литературе, и в латышском фольклоре постоянная, это нечто, что предчувствуется и постепенно приходит, шаг за шагом, маленькими такими шажками. И здесь, мне кажется, есть такой феномен, интересный, замеченный, по-моему, Гунтисом Берлесом, известным знатоком литературы ведом латвийским. А, кстати, его и этот термин использовал знаменитый режиссер Херманис, когда описывал вот латышский этос, он описывал, он говорит, мягкое прикосновение. Вот что для меня, вообще латышская культура, мягкое прикосновение. Вот эта осень, она начинается с мягкого прикосновения ко всему. Будь то люди, и человеческий возраст, и тело человека, будь то природа, например, трава, она остается зеленой, очень долго, но на ней ощутим след вот этого мягкого прикосновения, который меняет его, может быть, тон, оттенок, который впоследствии придет вот к этой желтизне и там чему-то. Звезды становятся крупнее и ярче. Кстати, с травменных с этого начинается осень, предчувствие осени, хозяйка выходит на улицу и вдруг видит, вдруг, что звезды стали ярче и крупнее. Вот что такое осень. И еще тема запахов. Меняются вдруг запахи. Они становятся более глубокие и насыщенные. Тема гниения определенного, которая дает вот такие особые ароматы, которые тоже осенние ароматы. То есть кажется, что еще лето, еще лето будет довольно долго, но уже что-то не так. И это касается запахов, цветов, конечно, цвет и ощущения туманов. Потому что туман – это тоже очень такой важный элемент латышской культуры. Сейчас я вам покажу латышские туманы. И еще в этой длительности… Да, и осень может длиться до декабря в Латвии. Потому что декабрь еще цветут цветы, осенние цветы. Конечно, в течение даже первой половины декабря они очень ярко маргаритки. В Верминском саду цветут вообще до середины декабря, наверное. То есть, пожалуй, что полгода в Латвии занимает осень. Вот если считать в целом, может занимать осень. И в этой длительности и в разнообразии можно обнаружить такое очень важное представление об осени, как о времени неопределенности. Осень – это такое демисезонное время, когда оно может обернуться и летом, бабье летом, и зимой внезапно. То есть вот эта внезапность, эти повороты, которые бывают даже не один, а по несколько поворотов на всю осень. Вот это интересные качества такие в целом, если говорить о латвийской осени. Теперь, если все-таки попытаться определить, что же такое осень. Есть некоторое признание, к которому я, например, пришла самостоятельно, а потом мне моя подруга, латышка, Аня-то такая, говорит, ты знаешь, когда мне было 19 лет, я написала в своем дневнике, есть только два сезона года – зима и лето, остальные – это настроения, это предчувствия, это какие-то впечатления, это что-то такое вот недо, да, или гдетость. Конечно, об этом мы говорили вчера очень много, это тема встречи зимы и лета, эта тема проигрывается и в мифах, в архаических, и в романтической литературе, вспомнил снегурочку, когда зима непосредственно встречается с летом, и весна – это просто момент битвы, это вот момент битвы, этих двух, в принципе, сезонов года. И, конечно, это подтверждается в номенклатуре сезонов года, и в латышской этнографии очень интересно. Значит, о чем идет речь в номенклатуре? Существуют две самостоятельные лексемы – зима и вассар, о которых сегодня уже очень много говорилось, об этих двух лексемах, поэтому не буду повторять, конечно. Существует их этимология, разработка. Потому что павасарис, то есть весна – это производная от вассара. Ну, а роданс, осень, обладает совершенно другим происхождением и другим смыслом, потому что в отличие вот этих от двух древних архаических, имеющих огромное количество параллелей в других, ну, индоевропейских, прежде всего, языках, роданс происходит от прилагательного. То есть рыжий, такой ржаной, такой цвета красно-коричневого, яркого цвета. Одним словом, это нечто, что имеет определенные цветовые коннотации. И вот эта тема яркости осени, латышской особенно осени, потому что мы знаем, что там есть не только желтые, но и красные листья. Это связано с климатом определенным, с такими резкими заморозками, фрагментарными заморозками, которые дают феномен этих ярких красных листьев. Вот оно как раз и составляет сущность этой лексемы, Алексей Руденс. Осень – это яркое время года, самое яркое, пожалуй, вообще во всем сезоне, во всем годе латышском. И, кстати говоря, это и близко к тому самому древнепрусскому асене, с которым сегодня говорил Ильич 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 Иванов. То есть кровяной красный, осень как кровяной. Ну и существует несколько, то есть вот определение осени, оно очень широкое, и оно, в принципе, связано вот с категориями предчувствий, ощущений и цветовой характеристики, цветовой гаммы, конечно. То есть то, что связано не с осознанием, а с восприятием. Это первое. А если говорить о том, о чем же наполнена осень, то да, в латышском фольклоре существует такое понятие вот Руденс, Дарби – осенние дела. И их, в общем, несколько. Они вполне определенные. Вот здесь как раз никакой неопределенности нет. Потому что осенние дела – это, во-первых, урожай, во-вторых, забой скота, в-третьих, окончательное приготовление преданного и брак. Значит, в латвийских дайнах существует, ну вот в «Latwish Stout of the Esmes» есть около 140 песен, в которых используется вот этот Алексеем Руденс – «Осень». Я просмотрела их всех, ну и примерно три четверти из них посвящены теме брака, свадьбы. То есть латвийские свадьбы исключительно празднуются осенью. Это очень постоянная такая тема, сопряженные два сюжета. Кстати, в общем, похожие истории с литовской традиционной культурой, с литовской этнографией. То есть, если девка не нашла себе жениха до 1 октября, то надеяться ей больше не на что в этом году. И, так сказать, надо ждать следующего сезона года. Потому что в латвийской фольклоре и в этнографии существует четкое представление вот эта двусоставность года также подтверждается этнографически тем, что год делится на то время, когда в основном мы проводим время внутри помещения, то есть зимний период, и когда в основном проводим время снаружи. Это маркируется переходом ночевать в дом и переходом ночевать в амбары, в клете, когда девки идут ночевать в клете. Это примерно на Юрдиса, то есть середина апреля, вторая половина апреля. Соответственно, где-то с 1 октября они возвращаются в дом, и это маркирует также два типа отношения, например, с парнями. Большей свободы, таких знакомств, каких-то заведений романов, намечаний будущих браков или меньшее. То есть вот это вот такое двусоставное деление года, оно также еще и подтверждается чисто этнографически и таким-то родом. Ну, а чем наполнена еще осень? На самом деле, вот эта долг, длина осени, она, конечно, включает в себя большое количество праздников и каких-то внутренних месяцев. Ну, например, сюда подпадает так называемый велелайкс, то есть вели... веленность, да? То есть почти весь октябрь, скажем. с Мителлиса до Мартыни, то есть 29 сентября, время, на которое падает основное количество всяких базаров и всевозможных ярмарок, которые, прежде всего, именно в это время и проводятся, и до Мартыни. Мартыни – это 10 ноября, то есть когда проводятся обряды, ну, заклания петуха, например, очень много таких тоже важных действий. И вот это время очень тихое. То есть осенью есть яркие, много такие шумные действия, ну, как свадьбы, например, или вот как эти базары, которые все собираются и к которым все готовятся в течение всего года. Осень как время результатов трудов, когда мы цыплят считаем и вообще, так сказать, подводим итоги года и жизни своей, с одной стороны. А с другой стороны, сразу же после этого, в общем, наступает такое тихое время, когда, ну, существует архаическая тема, о которой не буду сейчас говорить, специальная тема, тема времени вели, то есть кормление душ предков и вообще отсутствие гостеваний каких бы то ни было, то есть время провождения внутри в основном своей усадьбы, ну, и так подготовка к зиме уже какая-то. После этого времени вели опять начинается время веселое, время же таких шествий, и главное масочных шествий, потому что как только возникает тема маски, вот здесь осень кончается, и здесь начинается тема зимы. Ну, мне показалось очень интересным сопоставить два периода. Значит, существует вот это Value Lights, который очень древний, архаический для балтских народов, с одной стороны, и с другой стороны, время адвента, христианского периода ожидания Рождества. И мне кажется, мы имеем дело с удвоением одного и того же по функции периода года, потому что масочные шествия известны на Мартыне, то есть середина ноября, и на Каляды, то есть на Рождество, период Рождества. Оба из них предваряются вот этим вот тихим временем ожидания, ну, которое в одном случае называется и является временем вели, в другом случае адвентом. Мне кажется, что в данном случае мы просто имеем дело вот с, с одной стороны, с языческим, в другой, с христианским, ну, интерпретацией, да, осмыслением, в принципе, одного и того же, одного и того же дела, одного и того же действия. Но появление маски, конечно, маркирует вот этот Новый год, тему Нового года, который просто удвоен в данном случае в виде праздника Мартына или вот, ну, Рождества как такового. То есть осенью множество разных дел мы видим, которые, конечно, дробят само это понятие осень на несколько, на несколько этапов. Вот, и в дайнах, вот просто я хотела вам показать некоторые, некоторые тексты Латвий Штатус Зиесмс, какие там есть темы, какие темы осень есть, проигрываются. Их не так много, но, во-первых, это тема борьбы. Осень как борьба лето с зимой, то, о чем уже говорилось вчера вот в некоторых докладах, о том, что существует, оказывает, ну, существует борьба лето с зимой, да, которая весной происходит, которая завершается победой летом, конечно. А потом есть противоположная победа зимы, и, в общем, тут зима берет свой реванш и приходит как таковая. Вот это все известно по латышским народным песням, довольно много есть тем безнадежности этой борьбы, когда солнце плачет осенью, когда прощает лето, когда из-за гор уже зима приходит, когда зима убивает лето серебряным мечом. Но еще есть очень интересная такая тема, что мы сами делаем осень, потому что есть понятие руденай, как вот копна, да, вообще сток сена, но и также копна, которая, то есть персонификация вот этой осени и помещение ее в тему сжатых колосьев. «Давайте будем срезать колосья, и вот там, где мы уже срежем, мы соберем их, сложим в руденай, а пусть вот та часть поля, которое еще мы не жали, вот она останется летом». То есть интересно, что люди сами как бы выстраивают вот этот естественный вроде бы период года. То есть часть поля уже осень, а часть поля еще остается летом. Это зависит от нашего труда. Ну и, да, вот здесь вот в этих текстах вы просто видите, такие брачные символика. «Руден снаг, руден снаг, нависием с руден снаг, битым мейтенем тамабам руден снаг». То есть девушки в основном ожидают осени, потому что это тема брака, это тема вот будущей свадьбы. вот это как раз Дайна, которая говорила, «То пля вени, но пля вам, и лай дам руден, и лай лай гуя вассарини, пацитам пля вениам». То есть еще частично где-то идет весна, а где-то уже мы собрали зерновые, и там уже осень. Ну и мне кажется, наверное, это все. Если будет, есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. Во всяком случае, если говорить о резюме, наверное, то, несмотря на то, что осень, текст Алексеема одна из самых поздних в числе обозначения сезонов года, но по факту оказывается, что это самый длительный сезон года в Латвии и самый разнообразный, пожалуй, самый разнообразный. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. У меня очень подошла ваша ответственность. Относительно песен. «Вести желтые» – да, это «Желтые» в России. Но сразу скажу, что «Лейбок» – это с чем другой текст. Он не популярен был в своем имении в Латвии, но базовые песни осенние, если мы берем 60-летнюю структуру, это Шай Рудена, его формист исполняет. И по-русски так, «Осень приходит в Латвию» и там припевки в руках. Вот это такие, которые поют звезды, которые связаны с… Перевод и песни… Да, и оригинал, да. Это… «Лапас Дзелтенес», да, я знаю. Да, да. Нет, он действительно очень-очень хорош. Он… Удивительное сочетание банальности, фантастической банальности, и какой-то вот вечности. То есть он… Где? Это местный… В этой песне… В этой песне «Лапас Дзелтенес». У меня есть подруга, которая прекрасный ситарист, она очень хороший музыкант, индийский музыкант. И когда говорит, «Ну, Света, ты что сегодня будешь играть на концерт?» Она говорит, «Ну, листья желтые будут». У нее этот термин стал кодовым названием вообще приятной музыки. То есть хороший, но удобно усвояемый. Легко усвояемый. Не в плохом смысле этого слова, а как раз вот в позитивном смысле слова. Листья желтые.